Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, описание этих работ. Гробницы Папы Александра VII. Мрамор, позолоченная бронза и сицилийская яшма. Работы Лоренцо Бернини. Около 1678 года фигуры Большин натуральной величины находятся в соборе Святого Петра в Ватикане. Гробница Папы Александра VII. Вторая монументальная папская гробница, спроектированная Бернини и выполненная им совместно с группой скульпторов под его руководством. Расположенная в южном трансепте собора Святого Петра, была заказана самим Папой Александром VII. Этот памятник был последним крупным скульптурным заказом перед смертью Бернини в 1680 году. Памятник включает в себя шесть основных фигур. Наверху на постаменте изображен Папа Александр, преклонивший колени в молитве. Под ним четыре женские статуи, олицетворяющие добродетели, которые он практиковал. Частично перед ним и по обе стороны от него стоят чарентия. Благодворительность идти с ребенком на руках и истина, чья левая нога стоит на земном шаре. Точнее, прямо над Англией, где Папа пытался остановить рост англиканства. На втором уровне по обе стороны от пьедестала расположены благоразумие и справедливость. Все эти статуи были вырезаны из белого мрамора. Под фигурой Папы Римского и перед пьедесталом находится фигура смерти. Из позолоченной бронзы, покрытой большой драпировкой, вырезанная из сицилийской яшмы. Смерть поднимает песочные часы, символизирующие, что время прошло и, как художественный символ, часто используемый для обозначения момента моря, выражения на латыни, которое означает «Помни, что ты умрешь». Смерть нависает на реальной дверью, символизирующей врата смерти. Ну, вот такое описание к работе Лоренцо Бернини, работа называется «Гробница Папы Александра VII. Мрамор позолоченной бронзы, сицилийская яшма» около 1678 года, находится в соборе Святого Петра в Ватикан. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok